привет в этом видео я расскажу вам про вот такой вот цифровой тахометр а также о том для чего он вам может пригодиться традиционно начнем с упаковки это вот такой вот пластиковый блистер тахометр и провода для подключения и два хомутика для крепежа не спешите выбрасывать упаковку на ней указаны режим работы этого тахометра она вам может пригодиться тахометр пластиковый корпус с двумя проушинами для крепления цифровой дисплей и кнопка для выбора режима и изменения настроек длина провода для подключения 145 сантиметров для тех кто собирается использовать этот тахометр на воде хочу заметить что он обладает степенью защиты ip68 то есть пыли и водонепроницаем и в отличие от других моделей у вас с ним не возникнет проблем как установить этот тахометр я вам покажу на примере мотора suzuki dt 15 as это кстати моя любимая модель в этом моторе два цилиндра две свечи и на каждую свечу идет свой провод от катушки зажигания для подключения тахометра выбираем любой из них разницы нет никакой от основного провода тахометра отходят два провода белый и красный белый имеет вот такую вот клемму ее необходимо завести на массу красный провод это сигнальный провод его необходимо обмотать вокруг брони провода пять раз но если сигнал будет недостаточно сильно можно добавить еще один виток но не увлекайтесь так как количество витков увеличивает количество помех излишки провода тахометра можно сложить в бухту и спрятать в поддоне мотора неплохое место для крепления тахометра это основание румпеля если будете крепить на румпель тахометр то учтите что хомуты из комплекта очень короткие так что приобретите хомуты подлиньше длиною не менее 20 сантиметров также многие крепят тахометр капоту мотора с помощью липучки или двухстороннего скотча что из этого удобней выбирайте сами для тех кто смотрит это видео но еще не уверен нужен ли ему такой прибор хочу сказать что тахометр очень помогает при выборе оптимального винта например вы купили лодку подобрали к ней мотор и установили его и после нескольких выходов моря обратили внимание что люди на таком же комплекте могут ехать быстрее возможно ли это да конечно дело то что не все зависит от мощности мотора тот винт который поставляется с моторами завода не всегда может подходить идеально для той или иной лодки и для того чтобы подобрать подходящий винт грузовой или скоростной необходимо знать обороты двигателя для этого нам нужен такометр например наш мотор дт-15 оптимально работает в диапазоне оборотов от 4 800 до 5 600 и если в режиме полный газ он с легкостью набирает эти обороты или даже перекручивает тогда вам надо установить винт шагом побольше а если он не набирает даже этих оборотов тогда вам надо установить винт шагом поменьше по грузовее конечно перед установкой тахометр придется настроить сейчас я вкратце вам об этом расскажу когда мотор выключен тахометр всегда показывает количество моточасов 10 20 30 100 часов сейчас тахометр новый и как вы видите все по нулям если нажать кнопку один раз то появится индикатор job который обозначает количество проработанных часов с момента обнуления тахометра если нажать кнопку два раза то отобразится режим настроек сейчас он показывает 1p 1r то есть одна искра за один оборот если нажать кнопку три раза то тахометр показывает максимальные обороты с которыми работал ваш двигатель также после каждого выключения двигателя тахометр в течение 8 секунд будет показывать максимальные обороты нажимаем кнопку 4 раза отобразится первый сервисный интервал а если нажать кнопку 5 раз добр отобразится второй сервисный интервал для того чтобы настроить тахометр вам необходимо выбрать нужный режим затем нажать кнопку удерживать ее где-то 8-10 секунд как вы видите значение начинает меняться для нашего мотора нужен режим 2p 1r у него два цилиндра и одна катушка зажигания также и с другими режимами для того чтобы обнулить счетчик моточасов вам необходимо перейти в режим job затем удерживать клавишу ждем вот появилась надпись и результат значит тахометр обнулен ну что ж вот такой маленький простой и весьма недорогой прибор может заметно улучшить возможности вашей лодки учтите это с вами была ксения всем пока